Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и это все Нагайская степь Нагайцы называли это как русская деревня Сами они кочевали здесь была большая Орда Джетессан, 70-тысячная Орда, много их было. Вот была Малая Орда Ногайская, на Кубани вот, Ад Ногайцы, Светлолицый Ногайцы, у нас Каранагайцы, Каранагайский район. Почему Ногайцы? Потому что в 13-м веке был эмир Ногай, которому покорились многие, он брал дань и с русских князей, и с Персией. После его смерти народ назвал себя Ногайцами, кто были подвластны ему. Это одна из версий, есть и другие письма. Было взаимопроникновение многих культур, близкие народы жили вместе. И сейчас Ногайцы живут не только у нас в Дагестане, но и в Астраханской области, и на Ставрополье, и в Чечне. Шутка. 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 Сам заложил самоличную крепость Святой Крест на Аграхани. А вот упразднил Терский город, который существовал со времен Ивана Грозного и упразднен был в 1724 году. Непригодное место, болезненно, сотни людей умирали, и поэтому лучшее место здесь на Аграхани, которое от Сулака впадает в Каспийское море, вот здесь установлена была крепость Святой Крест, которая просуществовала до 1735 года. Потом по договору Гаджийскому трактату с Надиршахом все эти области были переданы Персии. До этого ведь Каспийское море как бы было внутренним озером России, охранялся Шелковый путь, и все побережье было занято русскими войсками. Кстати, там был и Левашов, основатель Кизляра, Геляни, Мазандарани. Ну а потом, когда пришлось это все отдавать, возвращать Персии, была укреплена Терская линия, и построена уже потом новый город. И крепость Кизляра, и другие столицы по Тереку были укреплены, находятся книги, Евангелие на старославянском языке, другие священные книги, Филонь и Стихарь, это одежда православных священников, Старая Кадельница. А вот эта экспозиция посвящена кизлянским армянам. Большая часть населения были армяне и грузины. До 450 семей было при основании с 1735 года. Это жители Персии, многие жители Теплиса, которые были захвачены Османской империей персидскими завоевателями, тоже находились шесть веков в состоянии иго-рабства. Вот и здесь именно вот Кизляр, потом и Астрахань, до этого они стали для армян как бы спасением, спасением их культуры, спасением народа от геноцида. Именно здесь они сохранили свою культуру. И Кизляр, благодаря этим деятелям, армянским, грузинским, которые на Кавказе были самые просвещенными, сохранились книги, богатая духовность, история. Со времен Великой Грузии сам Багратион был потомка царицы Тамары, грузинских замечательных царей. Вот богатая эта история с грузинскими, армянскими корнями. Кизляр это сохранил. И вот нам передали эти вещи, которые в других музеях вы не увидите. Здесь вот маленький виноградно-сувенирный пресс. Это шумовка, исселение, карабагалы, виноградарство, виноделие было распространено больше всего. Самые главные отрасли шелководства и виноградарства виноделия. Чем больше всего занимались армяне, грузины, другие жители. Это шелководская, шелковской район, это все к Кизлярскому округу относились. Здесь казаки начинали заниматься, вот и шелководство было распространено. Первый завод по указу Петра в 1710 году основал Сафар Васильев. Армянский предприниматель, купец, вот что он в этих местах, на месте Кизлярской крепости, до основания ее. Здесь был шелковый завод. Ну а когда строилась крепость, им земли были определены, вот где селение Сарапаника, Кава, Шелкозаводская, в 70 верстах от Кизляра. Потом Сафар Васильев к этому времени уже умер, но его наследники основали там уже, продолжили его дело шелковые заводы. Шелковская станица, Шелковский район, это казачий район, вот где распространялось больше всего шелководство с тех времен. По побережью Терека они везде растут. Шелковская станица, вот выращивали, вырабатывали шелк. Собор был христианский храмов больше десяти. Вот самый знаменитый был русский, казанский крепостной собор и армянский собор во имя святого Григория Просветителя. Особенно почитаемый армянами. Армянки и шелковых одеждах. Не зря. Армянки и грузины, казаки. Казачья станица была одна центральным районом Кизелярии. Ногайцы, но Ногайцы в основном вне города. Кочевали, конечно, но это по Кизлярскому округу, а одно из самых распространенных больших групп населения. Дальше Кумыки в большом количестве. Народы другие, народы северного Калтата. Таты, евреи, ну, еврейское население еще со времен Хазарии, где иудейство было одной из главных религий еще с тех времен здесь. Ну, сейчас и в горах Дагестана, и в областях Дагестана, и в других местах живут горские евреи, таты и другие группы населения. Армян, казаков, они третье место по численности, кроме русских казаков и армян. Вот они тоже распространены. Кроме того, здесь все народы Кавказа понемногу обосновались Кизлярии, предки их, и потом из Персии немало, азербайджанцев немало. Вот здесь и грузин немало, и армян из народов Закавказья, и дагестанских, осетинских. Много здесь было разных народов. Кизляр был самым многонациональным городом. Наш краеведческий музей основан в 1961 году. Энтузиастами, любителями родной истории, людьми, которые хотели запечатлеть эту историю, что было в истории города с 18 века. Основан был как народный музей. Первым директором, вот здесь фотография есть, Нестор Керасимович Анальдов, участник событий 1917-18 годов. Он оборонял Кизляр, работал на общественных началах, как говорилось, советское время, то есть бесплатно, государственного статуса не было. Государственный статус наш музей приобрел уже в 1972 году, когда стал филиалом Объединенного Дагестанского музея. Один из первых филиалов. Директором уже стал Абрам Давидович Давидов. Абрам Давидов, тоже наш краеведц, 50-х годов, была инициативная группа. Он возглавлял именно благодаря его стараниям, стараниям таких людей, как учитель, педагог Солоненко, редактор газеты Василий Иванович Артюхов и многие другие организовали музей. Он был на улице Советской, главной улице Кизляра небольшое, там здание, всего 3-4 комнатки было, маленький музей. По-настоящему, как очаг замечательной культуры и большой истории, научное уже учреждение, музей испытало второе рождение, когда он перешел в это старинное здание, здание управления. Первая экспозиция здесь открылась в 1982 году. Директором была, можно сказать, моя наставница, которая работала со мной и учила меня. Я тогда был младшим научным сотрудником в 90-е годы, но она руководила музеем с 1981 года. Здесь есть некоторые дипломы, полученные на всероссийских всмотрах. Именно в 80-е годы наш музей, занесен в энциклопедию, стал известен. Кизляре самые известные, это коньячный завод, коньяки здесь самые лучшие, вырабатывались еще в дореволюционное время, с 80-х годов, 19-го века. И наш музей стал знаменитым, музей имени Багаратёва. Фонды пополнялись, тогда было 5-6-7 тысяч единиц хранения, сейчас их до 17 тысяч в настоящее время. Сейчас руководителем музея является Любовь Александровна Мстиславская. Я научный сотрудник, проработал с 94-го года в этом музее, так как родной дом и для меня, и для всех сотрудников, кто здесь работает. Работают те, кто любят этот музей, любят родной город Кизляр, его историю, а история действительно замечательная и богатая. Поэтому мы гордимся своей историей. Сейчас это Кизляр является одним из многонациональных городов, где русская культура соединилась с дагестанской, с культурой народов Кавказа. Вот Кизляр это все в миниатюре соединил. В нем, как в капле его истории, отразилась история России. Тем он и ценен. Ученые называли его Кавказовет Адоль Берже, издавший книги о Дагестане по истории Кавказа. Он называл Кизляр столицей России на южных ее рубежах. Столицей Юга России. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»